Автоматизирование процесса выдачи 12 видов справок, предоставление 191 государственной услуги через единую систему Тундук и 17 миллионов транзакций через нее. Это основные итоги процесса цифровизации страны за 2019 год. В текущем году запланирован запуск нескольких крупных систем. Одна из них – сонарий Паймак. Это АИС облегчит предоставление муниципальных услуг и позволит соединить органы местного самоуправления с госорганами. Цифровые технологии также будут внедряться в систему здравоохранения, образования, труда и социальной защиты. Акцент будет сделан на цифровизацию сельского хозяйства. Касательно сельского хозяйства, эти меры направлены на повышение конкурентоспособности именно с целым сельского хозяйства, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и для устойчивого экономического развития нашей страны. Еще одно приоритетное направление в процессе цифровизации, которое было определено на этот год – повышение у населения цифровых навыков. По данному блоку работа будет проводиться по двум направлениям. Это в целом развитие цифровых навыков, то есть проведение обучающих мероприятий. А второе направление – это проведение масштабной информационно-профессической работы для того, чтобы повысить количество и качественные показатели при получении уступа в электронном формате. Процесс цифровизации неразрывно связан с кибербезопасностью. В ближайшее время будет принято решение о создании органа по защите персональных данных. Его сотрудники должны в первую очередь разработать стандарты для сохранности личной информации граждан. Кроме того, сейчас ведется работа по созданию системы управления кибербезопасностью. Это разные уровни систем принятия решений. Второе направление – это идентификация и инвентаризация всех информационных активов. После этого планируется проведение и оценка уровней рисков и угроз, которые могут возникнуть в отношении данных информационных активов. И после определения и оценки уровня угроз части обеспечения кибербезопасности будут по каждому направлению вырабатываться методы, методологии и системы снижения или исключения появления данных рисков. Киберзащита имеет несколько форм. Например, локальная безопасность предусматривает предотвращение несанкционированного проникновения в компьютер или систему. Чтобы противостоять таким угрозам, столичная мэрия разработала специальную программу. Была проведена масштабная работа по переводу всех наших сервисов в закрытую локальную сеть, что позволит убрать такие моменты, как несанкционированный доступ. Получается, у нас будет закрытая своя локальная сеть, которая объединит все структурные подразделения мэрии. Работы уже на 80% завершены. На данный момент мы проводим подключение структурных подразделений на стройку. Кроме защиты систем, сетей и программных приложений от цифровых атак, кибербезопасность предусматривает и внедрение таких программ, как школьная безопасность. Она позволит родителям быть всегда в курсе, где находится их ребенок. Данный программный продукт позволяет родителям в режиме реального времени видеть, где находится ребенок, то есть ученик, определить радиус, локацию, например, школы. Если он выходит за границей, то, соответственно, сразу дается сигнал родителю о том, что он пересек эту границу, и родитель будет уведомлен. Далее у нас также в этой программе предусматривается маршрут следования, то есть от дома до места учебы. Если он отклоняется, бывают случаи, мы все живем в мире, бывает ребенок уснул. Когда он уснул, то если телефон при этом находится на беззвучном режиме, родитель может сделать дозвон, минуя режим беззвука. Все равно дозвон будет делаться. Соответственно, ребенок может сразу отреагировать. Далее особенностью является в этом программном продукте то, что в случае опасности ребенок может нажать кнопку SOS, и родителю будет доступно 10-секундное видео с аудио. То есть в рамках вот этих 10 секунд родитель может оценить ситуацию. Утвержденная в прошлом году стратегия кипербезопасности Кыргызстана будет реализовываться в течение трех лет. К слову, сейчас за кипербезопасность отвечает сразу несколько государственных органов. В рамках этой стратегии предусмотрены ответственные государственные органы, которые по пунктам каждый из них будет реализовать эти мероприятия. Это Госкомитет информационных технологий и связи, это Госкомитет нацбезопасности. Кроме того, даже там задействованы Министерство образования и науки, Госкадровая служба, вплоть до повышения квалификации наших специалистов по вопросам кибербезопасности. Как отмечают в Госкомитете информационных технологий и связи Кыргызстана, благодаря принимаемым мерам кыргызстанцам не стоит бояться, что из-за глобальной цифровизации их личные данные могут стать доступными для мошенников или хакеров. Страна сможет противостоять любым киберугрозам. Екатерина Токамбаева, Нурдан Корыбеков, Пирамида.